Дорогие друзья, я рад вас вновь приветствовать из студии Славянской Церкви Христиан Адвентиста 7 дня города Сакраменто. Вновь мы имеем возможность с вами открыть послание апостола Павла к Ефесской Церкви. Мы очень благодарны вам за то, что вы смотрите нас, за то, что вы ставите лайки, оставляете свои комментарии. Это помогает нам увидеть живой отклик, помогает понять, насколько те или иные моменты хорошо отражены или может быть не очень. И конечно же мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас и относитесь к нам как к живым людям, которые сами в поиске, в выстраивании взаимоотношений с Иисусом Христом. Мы ни в коем случае не истина последней инстанции. Мы молимся, мы ищем мудрости у Бога и хотим, чтобы и вы делали того же. Всякий раз, открывая Священное Писание, вы просили, чтобы Дух Божий руководил. Ну и конечно же сердце мое сегодня наполнено особыми чувствами, потому что на мой взгляд сегодня одна из самых интересных тем. Мы будем говорить сегодня о советах апостола Павла для супружеских пар. Дорогой Господь, Творец неба и земли, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что у нас есть эта возможность касаться Слова Твоего Святого. Мы вновь просим, чтобы Дух Твой Святой направлял нас, чтобы Он открывал нам важность тех вопросов, которых мы касаемся и помогал понять глубину их смысла. Мы просим, Духом Твоим Святым пребудь также с теми, кто смотрит эту программу. Помоги, чтобы мы были не только теми людьми, кто знает, но и теми, кто может и старается воплощать все это в практику жизни своей. Поэтому веди нас и направляй. Да будет во всем проставлено и возвеличено имя Твое Святое. Аминь. Ну что ж, братья, сегодня очень хорошая тема. Я думаю, что она понравится и нашим зрителям, и вам. И прежде чем, скажем так, вас допустить к изучению этой темы, я должен спросить, значит, женаты ли вы, сколько лет вы женаты, и что, по вашему мнению, помогло вам столько лет прожить с вашей супругой? Ну, я надеюсь и верю в это, в счастливом браке. Ну, давайте, так как я с краю. Давай, парни. Начинай. Я начну первый. Я женат, у меня есть трое детей, супруга. Мы женаты 28 лет. 28 лет. Что помогло сохранить нам отношения и строить счастливую жизнь, счастливые отношения? Я, не потому что я пастор, или мы, у нас христианская программа, и я должен так сказать. Честно, если бы не Бог, я не знаю, сохранился бы этот брак. Потому что выстраивание счастливых отношений – это то, что заняло у нас немало времени, чтобы понять суть проблемы, чтобы разобраться в тех вопросах, которые вызывали какие-то конфликты. И я вам скажу, что мне очень сильно помогало то, что я знаю, что супруга – это от Бога. И если что-то не получается, то это не потому, что я ошибся с выбором. Я, значит, что-то делаю не так. И я просил у Бога искренней мудрости – Боже, помоги, что я должен исправить? Но хочу сказать, что есть такое выражение – нет предела совершенству. Поэтому я хочу сказать, что несмотря на то, что мы женаты 28 лет, это не означает, что мы не стремимся что-то улучшить, чему-то большему. Я благодарен Богу за то, что Он дает силу терпения, любви, старания, смирения иногда для того, чтобы двигаться дальше вперед. Спасибо. Илья? Да, я тоже женат. 12 лет. Трое детей, скоро будет четверо. Много я бы сказал, что, на мой взгляд, помогло сохранить там наши отношения. Но у нас был очень сложный период в семье, где почти семья развалилась, когда мы переходили с баптизма в адвентизм. Но одно, что я понял, что вот так ярко-ярко звучит, и мне кажется, очень многим поможет, это понимание того, что в нашем браке, например, у нас не было ни сопоставления, у нас была полная гармония с моей женой. А это был всегда внешний фактор, как бы всегда в проблемах больших, которые у нас были, это было в сложном периоде, это было в тот, это вероисповедание для нас было большим, как бы препятствием на то время. Всегда было что-то другое. И суммировать наш вообще, и вообще брак можно одной фразой. Брак это означает, что я не уйду, я не ухожу, я не хлопну дверью. Да, может быть, поссоримся, но суть брака была в том, что мы должны прийти к выходу, мы должны решить какой-то вопрос. И для меня это было абсолютно поворотным моментом. Я говорю, пока мы это не решим, мы не можем успокоиться, но решив, мы никогда к этому не будем возвратиться. Сильнейшим образом повлияло на мой брак и на вообще формулировку правильного брака был современный психолог Йордан Питерсон, который был ключевым именно в формировании, что означает брак и как это выглядит. Особенно с такими бывают нереальными такими изображениями на телевизоре, когда ты видишь это все. Так что я бы сказал, это комбинация некоторых нескольких факторов, но самое главное, что это внешний фактор, который бывает мешает. И второе, что я никогда не уйду, пока мы не решим, мы не уйдем. Спасибо большое, Олья. Силь? Скоро исполнится 30 лет, как я в счастливом браке с моей супругой. И единственное, что нам помогло пройти это все, это любовь. Действительно любили друг друга с самого юного возраста и до сих пор. Поэтому любовь покрывает новое. Поэтому любовь – это единственное, что Богом данная любовь нам может провести через этот период времени, потому что своими человеческими усилиями мы очень часто, наоборот, вмешаем. А если любовь от Бога, она действительно поможет пройти все проблемы, переживания, трудности, недопонимания. Потому что, как говорится в Библии, что любовь покрывает многое. И любовь – это самое главное, что есть на этой планете. Спасибо большое, братья. Я в браке уже 20 лет. Недавно мы отпразднули юбилей с женой. Вот так вот, взглядываясь назад, так быстро пролетело время, как один день только. Я себя ловлю на мысль, что мне очень нравится текст Священного Писания, который говорит «Наслаждайся женой юности своего». Каждый день наслаждайся этим подарком, который дал Бог тебе. И когда случались сложные моменты, мы могли ссориться, где-то не понимать друг друга, очень мне в моей семье помогало такое правило, что никогда пусть солнце не заходит в гневе. То есть иди и проси прощения. Иди и проси прощения, ничего страшного. Но это очень классно, искать прощения. И это помогло, мне кажется, сформировать наш брак таким зрелым. Дорогие зрители, я думаю, что вы увидите, что мы сегодня здесь будем не только рассуждать о теории, но хотели бы с вами поделиться практическими советами, чтобы, глядя на наши жизни, они не идеальны, наши семьи, вы могли что-то интересное взять и для себя. И мы начнем исследовать вторую часть пятой главы, послание Павла в Ефес. И первый текст, который я хочу, чтобы мы, первый отрывочек, который мы прочитали, это с 21 по 24. Так апостол Павел начинает с таких не очень толерантных слов. Он обращается и говорит, благоговея перед Христом, умейте подчиняться друг другу. Начинает вроде бы как бы он с общего, с братьев и сестер и переводит все это на семью. Итак, как это, подчиняться друг другу в церкви и в семье? Очень непопулярное выражение в современном обществе, потому что мир призывает нас к независимости, к тому, что надо уважать индивидуальность каждого, стремление, желание, вкусы. Поэтому сейчас очень часто может возникнуть вопрос у любой жены, а почему я должен тебя готовить, убирать, у меня же такие права точно, как у тебя? Пожалуйста, давай, делай это тоже. С одной стороны, вот как тут не перешагнуть какую-то грань, потому что крайности очень легко доснимать. Мы знаем с вами, что есть действительно семьи, где не то, что требует повиновения, а вот подчинение такого рабства, рабского. То есть жена не имеет права голоса, что муж сказал, так и должно быть. Любое ее какое-то там возражение, оно воспринимается, как нарушение священного писания. И вот там просто такая диктатура, жесткая диктатура со стороны мужа. Но, а с другой стороны, вот современное общество, да, это когда идет борьба за провожу женщин, когда наоборот мы сталкиваемся с тем, что мужья вообще ничего не говорят, или парни, мужчины и вообще ничего не говорят. Они уже даже не знают, как вести себя, потому что любая какая-то инициатива, она воспринимается, как, знаете, такое нетолерантное отношение к женщинам. Это желание их как-то угнетать и так далее. И вот мы сталкиваемся с тем, что в нашем обществе появляются мужественные женщины и женственные мужчины. И это проблема, которая нас окружает. Но я бы хотел сказать, что, читая этот отрывок, мы должны не упускать 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». И вот этот момент очень важен. Повиновение не просто так, как повиновение, а повиновение в страхе Божьем. И со стороны мужчины по отношению к женщине, и со стороны женщины по отношению к мужчине. Но мы понимаем, что Павел живет все же в обществе, где доминируют мужчины. И поэтому мы находим тут вот, он расписывает детально, что же это должно быть со стороны женщины по отношению к мужчине. Спасибо. Мне очень интересно вообще, почему Павел поднял эту тему. Видать, это была проблема. Потому что, как бы, ну, это само собой понятное было для того общества, в котором он жил, о чем он здесь говорит. Но Павел вот выводит, как бы, на новый уровень. Вообще, 21 стих, я считаю, здесь он просто революционный. Потому что там было совсем по-другому. Здесь он начинает с базы. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». А потом он объясняет, что это повиновение в страхе Божьем друг другу означает. Вот женщины, а потом и мужчины что должны делать. Поэтому Павел здесь дает довольно-таки практические советы, которые, я уверен, помогли в том обществе, в котором он был, в той церкви. И в современном мире очень сильно помогает. Спасибо. Да, вот читая этот отрывок, я помню заголовок книги, который я читал. Мне папа дал почитать. И говорит, мальчик пишет, что я хочу вырасти и стать настоящим мужчиной, как мама. Это как болезнетворяет женственного мужчину у нас в Соединенных Штатах. Здесь, в принципе, можно открыто говорить. Бояться не надо. Здесь ясно показана иерархия, которую Бог показывает. Да, конечно, мы подчиняемся друг другу. Но я бы разделил вот этот вопрос на две части. Есть чисто человеческий или социологический компонент, психологический компонент. И я это вижу очень ясно в своей работе, очень-очень ясно, где женщина, она слабее. Она слабее эмоционально, не потому, что она просто, ей не хватает, ну, женщине. И опять, это просто данные, это психология, здесь никто спорить не будет. Женщина более эмоциональна. И на базе этого она от этого страдает. Ей нужна защита от этого. Женщина, она, к сожалению, не входясь вообще в подробности, что женщина и мужчина, в Библии указано, что она как хрупкий сосуд. Или хрупкая, как бы, этот. То есть физически. Физически, физически, да, но она просто отличается от мужчины. И я бы разделил, во Христе мы все едины. Нет, мы мужчины и нет, не женщины. Но если брать практический подход, то я смотрю на свою жену, я не знаю, как бы она бы без меня выдержала. Я не знаю, как она бы выдержала без меня, потому что не хватает, как бы, и ремня иногда, не хватает и кулака на стол, и дети как бы сразу будут, ну, если так, чисто так, у нас традиционно более-менее подход к этому. Но я еще и в нашей семье у нас есть два подхода. Один более либеральный, где в нашей, не в моей семье, а вообще в нашем родстве есть очень такая сильная женская сторона. Я ее вижу, демонстрацию вижу, как это работает. И с другой стороны, в консервативных кругах мы видим и более старую. И для меня я нашел более-менее такую, этот баланс в семьях, в которой я вырос, где мама с папой всегда договаривались, но выносил решение всегда папа. Как бы и для меня это был всегда таким примером. Я это вижу сейчас, мы с женой советуемся опять подчинять друг другу. Я говорю, я понимаю, что нужно, и мы дальше будут отрывки следующих вопросов, будем анализировать, что использует муж при решении, что нужно для семьи. Какой его, как говорится, метрик, какой измеритель. Если это правильно калибрировать, то тогда все будет в порядке. Так что я бы не боялся вот этих жестких рамков, потому что Бог знает, кто такой женщина, какая женщина, кто такой мужчина, кто первый пал и кто нуждается в защите. Как бы более традиционный подход, но информация есть информация. Как говорится, факты есть факты, они иногда, ну и без разницы, как говорят, твои чувства. Да, я думаю, что в этом стоит поговорить. Единственный нюанс, кулак и ремень это по отношению к жене или к детям. В том смысле, да, а то мы уже испугались. Кулака нету, ремешка нету, просто упоминаешь, что зрители там уже. Не-не-не, не в том смысле. Смотрите, я думаю, что, конечно, тут невозможно не уйти куда-то в сторону психологии, да, вот, касаясь этого вопроса. Но мы будем все же смотреть, стараться со стороны Священного Писания, почему вот Павел пишет именно так, почему Библия вот так оно построено. Смотрите, я не сталкивался с такими обстоятельствами, когда бы, ну, сильная женщина, успешная женщина не хотела быть слабой, нежной, любимой, о которой бы заботились, которую бы носили на руках, которые бы носили, дарили цветы и говорили комплименты. Я не сталкивался, даже самая сильная женщина, она хочет чувствовать себя слабой, то есть она хочет чувствовать себя, как мы говорим, замужем, чтобы было чье-то сильное плечо, на которое можно было бы положиться, рука, которая бы тебя защитила, которая бы тебя поддержала, повела и так далее. И я не встречал ни одного мужчину, который не хотел бы, чтобы его воспринимали как мужчину. Но я не говорю сейчас о каких-то психологических отклонениях, заболеваниях, да, где психиатрия уже присутствует или глубокая травма психологическая. Я говорю о более-менее нормальном, ну, нормальном мужчине и нормальной женщине. То есть это есть внутренняя потребность женщине чувствовать себя, как мы уже сказали, хрупким сосудом, а мужчине чувствовать себя лидером, которого уважают, за которым идут, которому прислушиваются. И вот это наша славянская вот эта идея, да, когда два алкоголика или три очередной раз, принимая 100 грамм, задают друг другу вопрос, ты меня уважаешь? Почему этот вопрос так стоит? Почему эти мужчины за рюмкой говорят такие фразы? Потому что дома этого уважения нету, а потребность есть. И вот они топят эту нереализованную потребность вот в этом стакане. Да, возможно, мы верующие люди не тянемся сразу к стакану, но мы можем уходить в работу, мы можем уходить в какие-то увлечения, какие-то хобби, только бы не домой. Потому что там везде меня уважают, а дома этого уважения нет. Я повторюсь, эта же потребность есть и со стороны мужчины, и со стороны женщины, каждого свое. Спасибо. Как-то однажды Марк Туэйн сказал, что если у нас есть разногласия с моей супругой по одному и тому же вопросу, то мы поступаем, как сказала жена. И она это называет компромиссом. К сожалению, мы пожинаем сегодня то, что было посеяно веками. Была палка перегнута конкретно в одну сторону, сейчас она перегивается в другую сторону. Библия, она четко и ясно занимает центральную позицию от самого начала, от создания, когда Господь создал Адама и Еву как помощницу. И четко и ясно это видим. И это на протяжении веков Библия четко и ясно поддерживается. Да, есть сильные женщины, да, есть женщины, которые могут управлять корпорациями, другими моментами. И никаких проблем в этом нет. Проблема есть только тогда, когда в семье получается дисфункция и женщина занимает позицию мужчины, а мужчина занимает позицию женщины. Я не говорю в плане готовки, посуды мыть и всего остального. Нет, это нормально сегодня в современном обществе, это довольно-таки, допустим, я говорю в том плане, как Библия это поставила. Проблема заключается даже не во взрослых мужчин и женщин, а проблема в детях. Потому что вот это новое поколение, которое смотрит на дисфункцию, которая существует в семье, где нету сильного отца и любящей матери, дети всегда травмированы. Они, какая-то пустота остается на протяжении всей жизни и они потом не могут это передать своим детям. И в этом огромная проблема. Поэтому сегодня, говоря об этом, мы четко и ясно видим, что Бог поставил мужа как главу семьи, жену как помощницы. И когда вместе они, то они единое тело. Это означает, что они единое тело. В плане спасения вообще вопросов нету, что мужчина, что женщина. Но в плане современной жизни, жизни на этой земле, Бог поставил иерархию. И мы должны исследовать этой иерархии. И опять же мы говорим, это ни в коем случае не говорит о том, что мужчина ударил кулаком по столу и говорит, будет так. Ни в коем случае. Потому что это единое тело. И Павел четко и ясно здесь описывает это. Поэтому человек с здравым смыслом, который перечитает то, что апостол Павел написал, он это принимает и он понимает, что это нормальные вещи. Спасибо. Хотелось бы ремарку сделать, что Роман сказал. Я не согласен с тем, что мы сможем достать психологический компонент с этого текста, чтобы его понять. Да, мы интеллектуально поймем его. Для того, чтобы применить этот текст сейчас, нам нужен анализ. К сожалению, движение феминизма достигло большего ущерба очень обществу, чем мы ожидали. Вы не видели женщину, которая не хочет быть, я бы по-другому сказал. Я очень часто вижу женщин, которые хотят быть мужчинами, но чтобы относились к ним как к женщинам, но не теряя статус мужчины. Получается, они хотят одно и старое еще. Все и сразу. Все и сразу, да. И статистика говорит, что в Соединенных Штатах в основном экономические решения, по-моему, 90-80% принимает женщина. Если посмотреть даже на американскую семью, там вообще абсолютный переворот. И даже посмеиваются, как бы высказывания такие делаются, полное извращение как бы структуры, иерархии, которую Бог поставил. Ну что он здесь говорит? Во-первых, обоюдное повиновение, но строится структура Бог, муж и жена. И все органично следует, как мы в следующем отрывке будем исследовать, для чего все это делается. Так что я считаю, что для того, чтобы мы очень эффективно применили этот отрывок в наше общество, в наш регион, в нашу субкультуру, нам нужно понимать психологию мужчин и женщин, понимать эффекты феминизма и что произошло с ними. И третье, есть женственные мужчины и как бы мужественные женщины. Да, да, есть такое, это тоже нужно учитывать, потому что каждому Бог свой характер, но как Василий сказал, ни в коем случае это не является грехом. Только грех является муж, кулак по столу, когда это нарушает вообще органичности, смысл вообще всего, это тогда это является грехом. Как бы хотелось бы добавить. Спасибо большое, братья. Значит, мне очень нравятся ваши мысли, вы очертили сразу, есть одна крайность, есть другая крайность, есть священное писание, которое показывает нам жизнь без крайности. И вот наша задача сегодня передать этот опыт без крайности, потому что когда мы открываем книгу бытие, где говорится о творении мужчины и женщины, там говорится о том, что она сотворена помощником, но еврейский текст говорит о том, что этот помощник, это слово, оно не имеет иерархического значения, оно имеет функциональное значение. То есть в еврестии есть два равных существа, которые сотворены, и только в функционале они отличаются никакой образом не в иерархии. И в общем-то апостол Павел начинает 21 текст с того, Василий четко подметил эту мысль, но это революционная мысль, потому что после грехопадения как раз таки все ушло в ту крайность, что женщина не имеет никаких своих прав, она будет рожать болезни, вот эти идеи, что из-за нее грех пришел и все остальное, привело к полному уничтожению женщин. Сегодня это выразилось у нас в другом, в другой крайности к уничижению мужчин. Библейский текст говорит, во Христе, Рома это подмечал и Василий подметил, они учатся подчиняться друг другу. И наша сегодня задача с вами, друзья мои и наши слушатели, увидеть это, что Бог хотел бы нас как христианской семье. Мы же говорим, что мы, что происходит, когда мы принимаем Христа, мы возвращаемся к образу того Адама, откуда мы ушли. И он желает наши семьи привести к тому образу, где я муж верующий и моя жена верующая. Мы будем учиться подчиняться друг другу, при этом не забирая друг у друга те функции, которыми Бог наделил нас. А мы с вами читаем священное писание, братья, чуть-чуть еще к этому добавьте. Какая функция у мужчины в семье, Василий четко подметил, вообще это не разделение по работам, по обязанностям. Мы не можем сказать, что функция жены все время мыть посуду. Слушайте, нет, функция в чем-то другом. И об этом дух пророчества пишет из священного писания. Мужчина это кто в первую очередь, его задача в семье? Те, кто кормит, кто защищает. Первосвященник, Роман, кормит и защищает. Жена, дух пророчества пишет, это королева семьи. Мать создает атмосферу в доме и она помогает детям проникнуться этой атмосферой и получить уважение к отцу. И мне хотелось бы, чтобы и вы, дорогие друзья, сегодня сосредоточили на этом внимание. Мы не будем сегодня касаться крайностей, их очень много. Мы хотим представить ту позицию, которую показывает апостол Павел. Вы знаете, я верю, что мы в наших семьях практикуем эту позицию. И на мой взгляд это то, что сегодня работает. Наберитесь терпения, мы идем дальше по тексту. Мы продолжаем наше исследование. Следующий отрывочек, который мы хотим рассмотреть, это с 25 по 27 текст. И мне хотелось бы, чтобы мы эту историю сравнили с историей, записанной в языке Иль, 16 главе, с 1 по 14. Потому что создается впечатление, что Павел прям заимствует даже некоторые элементы из Ветхого Завета и включает их сюда. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог, щери Иерусалима, твой корень и твоя родина из земли Хананской, отец твой Амарея и мать твоя Хитянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не оповита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи, так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил мимо я тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. Простер я, воскрыли я рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моей. Омыл я тебя водой и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узрчатое платье, и обул тебя в софяновые сандалии, и оповесал тебя висоном, и покрыл тебя шелковыми покрывалами, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твои жерелья, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твой прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была висон, и шелки, и узрчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. Иезекииль представляет перед нами картину, по сути, в виде жениха, она у нас Бог, да, и церковь, народ, это в виде невесты. И вот что Павел берет здесь для себя? Какой мы можем с нашим семьям применить эти образы, рассматривая? Да, если раньше мы читали о том, как женщина должна относиться к мужу, да, она должна подчиняться как к Христу. Я на минутку хотел бы еще над этим вопросом остановиться. На самом деле это очень важно. Но требуя подчинения или повиновения женщины, каждый мужчина должен понимать, что он должен стремиться к тому, чтобы отражать образ Христа. Ведь если человек не стремится к этому, то значит и женщина, она имеет право сказать ему нет. Потому что если его идеи, его ценности, его принципы идут вразрез с Божьими, то он не может требовать от нее подчинения, так как вот здесь апостол Павел говорит. Но теперь мы видим, что апостол Павел говорит, а как же муж должен относиться к женщине? И вот он говорит, что он должен любить ее так, как Христос церковь, не замечая в ней пятна или порока. Или покрывая это пятно и пороки своей милостью, своей любовью, своим прощением. И знаете, тут автоматически возникает такой вот логический вывод. Какая жена не хотела бы подчиняться такому вот мужу? Поэтому, так как мы мужчины, и мы хотели бы, мы об этом уже сегодня много говорили, мы нуждаемся. Мы хотели бы, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались, чтобы нас, ну давайте в добром смысле этого слова, почитали. Если мы этого хотим, то мы должны не бояться на свои плечи брать ответственность. А то погоны мы любим, всякие звания принимать. А вот ответственность на себя порой мы не хотим брать. А в чем ответственность здесь Бога была? Принять, омыть, очистить, одеть, обуть, накормить. Вот в чем была ответственность мужчины. Поэтому я думаю, что мы должны очень хорошо в тенденции это понимать. Проблема, мне кажется, проблема современного общества не только в том, что женщины требуют отношения к себе вот такого, как мужчинам, чтобы все было наравне. Проблема в том, что мужчины теряют вот этот образ лидера, который здесь описан, вот как Бог себя проявляет таким лидером. Вот если мы будем проявлять инициативу, если мы будем проявлять вот такую же любовь, заботу, прощение, то я думаю, что не будет проблем с тем, чтобы женщина проявляла уважение и подчинение. Мне нравится, что в предыдущем отрывочке было замечено, что подчинение перед Христом, что Христос все-таки как идеал даже в вопросах подчинения. И здесь мы вновь говорим, что а любовь не просто какая, не абы какая, не та, которую мы читали с вами на прошлом уроке, когда размышляли на первой частью пятой главы, искаженная, мирская, да, а вот такая Божья, когда он видит все несовершенство, а он не выставляет на показ, он прикрывает, он омывает, он очищает, он прощает, он готов опуститься до уровня какого-то определенного и не почитает за это какую-то проблему. И вот если действительно мужчина стремится к тому, чтобы любить жену, как Христос возлюбил церковь, вот тогда-то женщина и по-настоящему будет хотеть находиться рядом с таким мужчиной. Хотелось бы добавить, мы в многих церквах были, как бы я не исключение, иногда смотришь на церковь, и, ну, я здесь каюсь, и ненавидишь ее, вот не нравится там, и тот такой, и этот такой, ну, бывает такое. А как ты узнал уже про них это все? В своей церкви, особенно, которая была раньше, и ты смотришь на них, бывает, а как вообще ее можно любить? И вот это вот хорошая демонстрация, что, вот то, что вы, братья, говорили, что он, Бог, показывает такой пример, что можно ее любить независимо от этого. И для меня вот, вот эта вот демонстрация самая лучшая выражается в контрасте моей личных эмоций по отношению к церкви прямо, ну, не сейчас, слава Богу, все хорошо, как бы, но когда бывает не так, когда мы смотрим на церковь, да, Бог любит и такую церковь, он прикрывает. И еще компонент, отчасти отвечая, самый-самый первый вопрос, который мы в этом уроке открыли, что помогло в браке, то знаменитый психолог, и если так интегрировать, как бы, все это богословие, если чисто проанализировать, самый-самый простой брак, то неважно, на самом деле, на ком ты женишься. Если это в вере, вот чисто у одной набор один недостатков, у тебя другой набор, так что, по сути дела, неважно. Вот говоря, вот в ракурсе, вот именно этого отрывка, что иногда задаешь вопрос, слава Богу, я такой вопрос не задавал, как мою жену любить, за что ее любить, слава Богу, у нас все хорошо, но бывают пары, где настолько все плохо, и человек буквально задается этим вопросом, за что ее любить. Это прекрасная демонстрация, что Бог свел вас так, может быть, не все работает, но смотреть на модель этого, что Христос все-таки полюбил церковь, именно в таком состоянии, в котором она была, если прочитать отрывок, который мы читали, в Езекииле, не в престойном виде, но он ее возлюбил так. Как бы для меня, вот я в этом вижу, вот как это выглядит. Я бы тут добавил чуть-чуть. Знаете, а если бы эта девушка, вот, которая описана в Езекииле, ну, там, церковь, образно говоря, если бы она сказала, а я не хочу за тобой пойти, смог бы он ее одеть, обуть, ну, там, украсить, обмыть и так далее, не смог бы. То есть мы понимаем, что если нету обоюдного желания, то результата не будет. Понимаете? Я к чему? Я к тому, что можно с любой девушкой построить отношения. Жить к брату, сестру. По большому счету можно с любой, которая согласится за тобой пойти. А если она за тобой уже согласилась пойти, значит, у вас уже есть какая-то симпатия. Значит, уже первый этап этот, он показывает, что да, вы можете строить отношения. Потому что, ну, есть девушки, которые там скажут тебе сразу, не-не-не-не, не подходи больше, я не хочу. И все, и ты ничего не сможешь сделать. То есть мы понимаем, что если двое людей не стремятся, мы тут должны понять, вот мы только что говорили, что женщины должны, а теперь мы говорим, что мужчины должны, но мы должны понять, что если оба не работают в этом направлении, то ничего не получится. Муж может покрывать, муж может опрощать, омывать, но если женщина не будет делать свою часть, ничего из этого не получится. Точно так же, как и женщина, она может уважать, она может слушать, но если он не будет ее любить, так как Христос полюбил церковь, в конце концов, она истощится и скажет, а я больше так не могу. То есть тут нужно обоюдное стремление, старание и желание строить что-то. Как-то однажды, один из адвентистских таких знаменитых проповедников, он венчание делал. И он приходит и говорит, вообще он очень хороший спикер, очень хорошо говорит, Дэвид Эйшер, если вы знаете, он говорит, что я на свадьбу вообще не знаю, что говорить. Или потому что если два христианина сводят и создают семью, а чему учить их? Потому что если два христианин истинных собираются жить дальше, у них не то, что не должна быть проблема, они всегда их решают. И поэтому говорит, я буду вам проповедовать о Христе, о том, чтобы вы были истинными христианами. И тогда, когда вы в семье, вы будете жить и нормально создавать свою семью. Поэтому здесь вопрос касается духовности одного и второго. Понимаете? Глубокой духовности и подчинения Отцу Небесному или Христу, как мы понимаем. Поэтому если жена любит Господа, следует, если муж любит Господа и следует заповеди Божьей, то какой вопрос? Да, конечно, трения будут, искры будут, но это те люди, которые сумеют найти вот эти моменты, которые помогут им дальше продвинуться, потому что они оба любят Господа, а Господь созидает эту семью. И мне нравится вот эта картинка, которая так нарисована, очень четко и ясно, где дети внизу с зонтиком, мама с зонтиком, отец с зонтиком, а сверху Иисус Христос, который все вот это говорит. Когда у вас все на своем месте, то и ваша жизнь будет протекать в своем русле. Одну только ремарочку. Я сталкивался с такими парами, где люди часами напролет читают Библию, а построить отношения вообще не будут. Ну, читать Библию, это еще не изнасляет быть крестьянином. То есть я просто как раз это хочу сказать, что чтобы наши зрители очень хорошо понимали, что когда мы говорим, люди любящие Бога, это, ну что можно читать Библию для того, чтобы потом тебя укорить, вот ты не так делаешь, или как Илья сказал, хвастаться. То есть может быть много причин, почему люди читают Библию. Коммунисты читали для того, чтобы знать, на чем подловить христиан. Но мы говорим об истинном стремлении построить отношения к Богу и познать волю Божью для меня. Я не должен познавать волю Божью для Саши или для Васи, или для моей жены. Я должен познавать волю Божью для себя. И если вот таким образом я строю отношения с Богом, и она тоже таким образом строить отношения с Богом, то тогда 100% будет работать, так как Василий говорил. Спасибо большое, братья. Библейский текст нам говорит, что Христос возлюбил церковь так, что отдал себя за нее. Мужчины, это те отрывки были для нас, а не для меня. Моя жена будет счастливой, самой счастливой женщиной на земле, если я буду любить ее так, как Христос любит церковь. Таким образом, что я буду жертвовать с собой ради нее. И, конечно же, все эти практические примеры, которые братья сказали, говорят, что в браке не должно быть третьего, кроме Бога. Любой брак будет счастливым, где есть муж, жена и Бог. И все они стремятся к Нему. Ищите этих отношений, стремитесь к Богу. Братья, я еще раз к вам обращаюсь, и к себе. Любите своих жен так, как Бог любит свою церковь. Мы продолжаем рассматривать советы апостола Павла для христианских семей. И следующий наш отрывочек это с 28 по 30. Давайте мы прочтем. Так должны мужья любить жен своих, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому мы члены тела его от плоти его и от костей его. Так, апостол Павел вводит новый аргумент. Я не знаю, встречались ли вы где-нибудь еще в священном писании с этим аргументом. Хотел бы, чтобы мы немножко поразмышляли о любви к своему собственному телу, как образу любви мужа к жене. Я подмечаю мужа к жене. Очень интересное сравнение и по сути, наверное, оно идеально иллюстрирует саму ситуацию. Как-то недавно консультировал одну пару молодую. Ну, они только готовятся вступить в брак. И вот в моей программе консультирования на одной из встречи мы говорим о характерах, о темпераменте. И я всегда прошу по эту пару пройти тест на определение темперамента. Ну, там, что в приоритете и так далее. И всегда мне задают один и тот же вопрос. А какой самый лучший тип темперамента? Я говорю, ребята, на самом деле есть. можно сказать, какой самый лучший тип темперамента. Вот по той диаграмме, которую мы рисуем, оно просто показывает. Там есть такая формула, которая помогает тебе нарисовать кривую. то есть, как выглядит вот твоти, какие типы темперамента доминируют, какие второстепенные. Я говорю, на самом деле идеально, это когда у тебя получается квадрат вот по этой шкале. то есть, когда ты всесторонне развитая личность. Где надо, ты проявляешь себя как холерик, где надо, как сангвиник, где надо, как флегматик, где надо, как меланхолик. Но честно вам скажу, если исследовать библейских персонажей, то есть только один, в котором я это нахожу. Это Иисус Христос. У всех остальных есть какие-то перекосы. Но хочу вам сказать одну деталь. Я взял их два теста, парни и девушки, и просто наложил друг на друга. И когда наложил эти два теста друг на друга, получился почти идеальный четыреугольник. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Вы очень разные. У нее доминируют одни типы темперамента, у тебя доминируют другие типы темперамента. Но только если вы вместе, вот он тот идеал, которого мы ожидаем. мы дополняем друг друга. Не боритесь, не старайтесь кого-то сделать похожим на себя. Оцените то, что вы разные. Потому что там, где у тебя сильная сторона, у нее будет слабая сторона. Но там, где у нее сильная сторона, у тебя будет слабая сторона. Поэтому если будет вот это взаимопонимание, вы будете ценить друг друга как самим собой, то только тогда вы сможете построить идеальные отношения. Поэтому вот это понимание, что я без жены ущербен, то есть меня одного недостаточно, чтобы построить хорошее отношение. И если ее не будет, то я, ну то есть меня только половина, вот это понимание, оно помогает тебе, как я уже повторял не раз, ценить тем, кто рядом с тобой. Спасибо. Очень интересно. Илья? Читая этот отрывок, я вспомнил видеоролик, который циркулировался на соцсетях. И берут интервью у мужчин и женщин, задают один и тот же вопрос. И разделили категории на две. Сначала задают вопрос женщина, а потом мужчина. И женщина задают вопрос, если бы была такая ситуация, что нужно было забрать чью-то жизнь, скажем, кто-то стоит с огнестрельным оружием и говорят, либо ты, либо ты. Стоит ты и муж. Кто должен умереть? Все женщины говорят, муж, 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 а почему я буду умереть? И такой интересный, такой искренний вопрос, а почему я буду умирать? И задают вопрос мужчинам. Кто будет? Я, конечно, я, конечно, я. И наталкивают такую мысль, вот как раз по этой теме, что если, как мы предыдущие, как бы себе это говорили, есть ли отношения органичные и человек стремится по-настоящему служить Богу, то у мужчины будет самое-самое настоящая реакция, правильная. Больше даже своего тела любить для того, чтобы было лучше семье, лучше жене. Я не знаю, как ответить на другой аргумент, почему женщина хочет остаться в живых, а не мужчина, это уже другой вопрос. Илья, давай скажем, что просто тот, кто монтировал, он просто вырезал те моменты, где женщина говорила, что я готова тоже верить. Может быть, может быть, может быть, да. Но с другой стороны. А может они просто четко распределяли роль, они понимали, что мужчина это глава семьи и он всегда на себя возьмет роль защитника. Может быть. Василий, как ты думаешь, почему так важно любить, как он вводит это понять? Смотри, любить жену, как свое тело. Написано, любящий свою жену, любит самого себя. Вообще, вот это как-то вот так. Для апостола Павла вообще тема любви она очень-очень важна. Мы помним Коринфина, гимн любви, где он там описывает все. И поэтому для него это самое главное. И он видит в этом, потому что как Христос поступил с церковью, то же самое мы должны делать. И он здесь говорит, что любящий жену любит самого себя. То есть, вот это такая прямолинейная истина, которую нельзя никак не выгнуть ни туда, ни сюда. Почему? Потому что действительно, если ты будешь любить свою жену, ты любишь самого себя. Тебе же хорошо. Ты же отдачу получаешь куда-то. Мы сами прекрасно знаем, если мы что-то напорим, то мы потом и получаем то же самое, что мы и сделали. Поэтому здесь прямолинейная истина, которую Павел четко и ясно говорит, и он дает совет этой современной той церкви, в которой он живет, Ефеси, чтобы они не имели этих проблем. Вы помните эту английскую пословицу happy wife, happy life. Счастливая жена это счастливая жизнь. И вот это оказывается оно дожило до наших дней. Да, я обращаю внимание, что все-таки апостол Павел чаще обращается в этом отрывке к мужчине, потому что он понимает, что да, он глава семьи, на нем лежит большая ответственность, а с другой стороны может быть он, помните, вот эти выражения нет больше, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Он пытается повернуть к тому образу, которое было до грехопадения, но все равно он с тела вновь переводит на церковь и говорит, смотри, Христос любит церковь и заботится о ней, и поэтому и ты люби жену и заботься о ней. Это хороший, хороший для нас образец, хороший для нас пример, вот, чтобы при любых обстоятельствах, потому что я, как иногда, вот, Илья приводил этот пример, как подумаешь, какую церковь Христос любит, и он не говорит, так, давай, пошла от меня, ты мне неправильно больше сварил, а это же он пишет, он знает все эти романтические традиции, да, когда там жена могла неправильно больше сварить, муж ее мог выставить, не заботиться, все, она брошена, никому не нужно развестись, школа Гилея, школа Шамая, там, как бы, очень разные подходы были к разводу, а апостол говорит, нет, подожди, Христос терпит, Христос любит, Христос прощает, да, Христос заботится, давайте и вы, мужчины, так же поступайте, и тогда женщина будет вас ценить, и вы получите взаимную любовь. Да, очень важно здесь заметить, что апостол Павел, ты уже подметил, больше говорит мужчине, потому что в том обществе женщина имела меньше прав, поэтому Павел накладывает больше обязанностей на мужчин, чем на женщин, потому что в права тогда не были, к сожалению, равны в том обществе, в котором они жили. Ну, и даже с точки зрения психологии, мы же сегодня говорили в самом начале, что женщины очень эмоциональны, это означает, что подумать, как мы говорим, холодной головой, да, оценить, принять решение, им порой бывает очень сложно, а это означает, что на нас, мужьях, лежит на самом деле намного больше ответственности, чтобы семья была счастливой, чем на женах. Если мы переступили через свою гордыню, подошли, обняли, поцеловали и сказали, прости меня, что я, может, отреагировал слишком бурно или что вовремя не понял, что ты хочешь моей любви, ласки, внимания, времени, прости меня. Поверьте, она готова, ну, мне кажется, в крайнем случае, я в своем опыте всегда сталкиваюсь с тем, что жена готова сразу же обмякнуть, в ответ тебе сказать, что она тебя любит, сделать все, что нужно сделать, если ты ее о чем-то просишь и так далее. Нам, мужчинам, намного проще сделать вот этот шаг навстречу, чем им. Поэтому, Павел, много нами пишет. Да, и интересно, я вот слушал роман, я вспомнил вот эту притчу о блудном сыне. Мы постоянно говорим, как Христос, как Христос, как Христос. Но для Христа не было проблем оставить царский трон и прийти на землю к своей невесте, которая непонятно, чем уже там занималась, да, чтобы спасти ее от грехов. Поэтому и мы, мужики, должны снять с себя свою корону, я обращаюсь к вам, наши слушатели, снять с себя нашу корону, ту власть, которую Бог дал нам, пойти, если нужно, склониться у ног с жены, и тогда наладятся очень многие вещи. Нужно не забывать о прощении, о милости и о заботе, которую постоянно Христос оказывает в своей церкви. Пусть Господь вас благословит, сестры, я надеюсь, что вы будете молиться за своих мужей, чтобы они были подобны Иисусу Христу, чтобы они стремились на Него походить. И с другой стороны, когда ваш муж в очередной раз придет и, сняв с себя шапку своей власти царской, просить прощения или, скажем так, о чем-то вас просить, вы тоже поступите так, как учит священное писание. Вы откликнетесь, а не будете говорить, ну, наконец-то, я дождалась, что он пришел передо мной и признал мое главенство. Не, так не в христианской семье. Пусть Господь благословит вас и даст вам мудрости. Ну, что ж, братья и сестры, я надеюсь, вы не просто изучаете теорию сегодня, но смотрите на эти советы как практически хорошие советы по укреплению ваших семей. И мы подходим к ключевому тексту, который написан в книге бытия. И здесь апостол Павел его цитирует. Это 31 текст. Я хочу его зачитать, и мы поразмышляем, почему так важно, чтобы все-таки муж и жена оставили своих родителей и стали по-настоящему одной плотью. Ну, мне кажется, что это подчеркивает еще раз ту мысль, о которой я уже говорил, когда сравнивал вот эти психологические тесты, да? Только когда муж и жена объединяются вместе, вот только тогда они полноценный человек. Понимаете? То есть до этого не до человеки? Да, к сожалению. К сожалению, мы не можем существовать друг без друга. Точно так же, как не может быть продолжение человеческого рода, если муж и жена не становятся одним телом в буквальном смысле этого слова, да? Точно так же и психологическом аспекте. Если общество только из мужиков, это ущербное общество. Если общество только из... Это армия или зона. Да, и если общество из одних женщин, и вы заметите, что в том обществе, где одни мужчины или в том обществе, где одни женщины, часть мужчин начинают принимать роль женщины, а в мужской обществе часть женщин начинает принимать роль мужчин. То есть, о чем это говорит? Это говорит об огромной потребности как одной, так и другой половинки. Поэтому этот текст очень четко определяет вот суть человеческой природы. Мы можем быть полноценной личностью только тогда, когда муж соединен с женой. Когда мы поженились, мы поженились очень рано, то отчасти, почему это хорошо, жене было 19, мне было 20. И мы, по сути дела, если так высчитывать, ну когда от опеки родителей уходишь? Ну, в 16-15, да? В летце мы были без друг друга сколько там? 3-4 года, и все остальное время мы друг друга выросли. И это дает свою пользу. И даже бывает, мысли подхватываешь, ну, мы в принципе знаем, мы все очень долго вместе, ну, как бы в браке, мы понимаем, что подхватываешь мысли, знаешь реакцию, поворот глаз, физиономию рта, как зажимаешь челюсть, когда кого-то встречаешь, как-то вот одет, ну, буквально мы с друг другом. И это одно из положительных, как бы, элементов раннего брака. Конечно, есть свой риск, особенно в нашем обществе, но когда мы растем, и особенно когда мы поженились, у нас была очень-очень большая проблема. Я готов с ней поделиться, потому что если бы я знал эту проблему, когда я женился, было бы намного все легче. И оно напрямую связано, вот, а именно о единой плоти. И не о плоти я говорю, что, а именно, именно интимном, как бы, а говоря, в общем, как плоти, как отдельное существо. Когда мы поженились, вообще-то, парню легче ставить свою семью. Ну, если он только был маменьким сынок, конечно, это будет сложно, но вообще очень легко уехать. Ему не важно, где спать, не важно, что кушать, главное, что с кем, как бы, и где. Вот, это самое главное, в принципе, у парня на уме, это если так открыто говорить. Но у девушки, если особенно она близка к своей семье, вот это вот оставление отца и матери не происходит за ночь. Нам сказали, вы сейчас, этот, у алтаря, вы оставили отца и мать, вы отдельная. Я повернулся, и я жены не увидел, она еще с мамой. Я говорю, я не понял, я ушел, а ты где? Как бы, ну, такого не было, конечно, у нас, и такого острого не стояло, но, по сути дела, было такое томление, как это я оставил, у нас даже бы надорвали чуть-чуть отношения с родителями, там, другим вопросом. А у нее, как бы, все хорошо, как бы, а где я? И только со временем понял, прочитав несколько литературы, которая говорит о том, что для женщины, например, очень дольше занимает, она же привыкла всю жизнь с мамой жить, но с родителями, и как бы, за ночь, как бы, перейти к тебе, а она тебя не знает, особенно, если только познакомились. Так что, процесс становления или отхождения, или становиться отдельным от отца и мать, занимает многим, можно и мужчинам, и женщинам, определенное время. И вот этот период, где мы должны просто понимать, что нужно подождать. Сейчас я смотрю на свою жену, свою семью, ну, абсолютное, как бы, совокупление, мы вместе, и телесно, и умственно, как бы, и родители стоят на своем стороне, как, в принципе, они должны стоять. Для меня, вот это вот, особый опыт был такой, и я помню, когда был руководителем молодежи в других церквах, ко мне приходили, это те, которые только поженились с такими грустными глазами, Илья, что происходит, почему она ко мне домой не приезжает к родителям, то, как мы к ее родителям приезжаем, то же самое вопрос, но я же тогда был подкованным, вижу, как озаряются глаза, смотрю на их семьи уже, как отец, как бы, хотя странно звучит, но опять, вот это вот акт разделения, что мы должны быть отдельно от родителей, как бы, в моей жизни так играл такую роль. спасибо большое за твой личный опыт, я думаю, он очень интересен и поможет многим молодым семьям, мальчикам и девочкам, держаться. То есть мы понимаем, что тут есть, вот в этом отрывке или в этой тексте есть главный принцип, если мы хотим прилепиться, мы должны от чего-то отлепиться, то есть мы должны убрать все, что нас разделяет, мы уже говорили эту фразу, кроме Бога, потому что Бог как раз тут как скрепляющий клей работы, потому что Он источник любви, но все остальное, оно должно уйти на задний план. Да, к сожалению, в моей партской жизни было несколько таких примеров, когда молодые ребята не отлеплялись и через год, буквально полгода родители их разводили, потому что они, по их мнению, были не очень подходящими друг другу. Василий, но я хотел бы, чтобы, может быть, мы обратили внимание еще, знаешь, вот на этот момент, что насколько вот это понятие, быть одной плотью, в том, я хочу коснуться сексуального момента в семье, именно в браке, оно помогает браку устоять от тех искушений, соблазнов, которые есть, и о которых Павел писал в начале пятой главы. Ну, был один эксперимент проведен, собрались семьи, которые уже были просто на грани развода, вот просто все, там уже, как говорится, последняя капля. И им предложили, что давайте вы займитесь интимными отношениями, ну, такими, хорошими. И там были определенные моменты, то есть, как бы, как говорят американцы, no matter what, вы должны этим заниматься. И что интересно, на протяжении определенного периода времени, 80% семей сказали, ну, мы разводиться не будем. Вот так. Это интимные отношения, оно является определенным бондом, как это по-русски сказать, я извиняюсь, даже не знаю. Клеем тоже. Как-то это, может, некрасиво, но да, тем, что соединяет мужчину и женщину вот единое тело, потому что именно Богом создан было, ну, что мы будем стесняться об этом говорить, это Бог создал эти отношения, это не то, что это было до грехопадения и так Господь установил, поэтому этим, это должно быть, это должно быть нормально, это нормальные вещи и единое, что мужчина и женщина соединяются, они становятся одним телом именно в этом плане и мы замечаем даже из своей жизни, что, как бы, эти вопросы помогают решать дальше, двигаться в семье и быть вот этим единым телом через интимные взаимоотношения. Мне кажется, что тут все равно нужно тоже сделать небольшую реварочку, потому что сейчас там наши мужья скажут, ну, что же, ну, давай будем скрипать наши семейные отношения. Надо об этом и сказать, что нельзя шантажировать. Да, мы должны понимать, что все же, как бы то ни было, но в вопросе интимной близости мужчины и женщины, они достаточно сильно отличаются друг от друга и опять-таки, как вот на протяжении всего нашего урока, ответственность в этом вопросе больше всего лежит на мужчине, потому что для мужчины интимные отношения это возможность проявить любовь, для женщины это возможность отблагодарить за проявленную любовь, то есть, по-простому и быстро, сначала должны быть комплименты, цветы, прикосновения, помощь, и потом только за это, потому что все это показывает женщине, что муж ее любит, и за это она готова отблагодарить его, подарив саму себя. Если мужчины этого не делают, то есть, если мужчина считает, что, ну, это обязанность, то, вы представьте, если сейчас, я не представляю себе этот эксперимент, но это, наверное, были какие-то отдельные люди, которые на это согласились, но просто, если между мужем и женой, испорчены отношения, если он не проявляет по отношению к ней любовь, как я уже сказал, в виде помощи, комплиментов, каких-то прикосновений, добрых, ласковых, там, каких-то дел и так далее, то для нее интимная близость, это как изнасилование, если это она должна, понимаете? Поэтому тут тоже нужно, чтобы это все было правильно. Понимаете, почему тут мы читали сегодня, муж, я любите своих жен, как Христос полюбил церковь. То есть, Христос не говорил, ну вот вы и справитесь, потом я вас начну любить. Нет, он проявляет любовь, и эта любовь вызывает желание у этой церкви, условно скажу, отдаться Иисусу Христу. Понимаете? Вот то же самое лежит и вот в основании вот этого вопроса. Мужчина должен проявлять любовь, и вот эта любовь переведет к тому, что жена захочет, ну, что-то открыто говорит, отдаться своему мужу. Я не хочу сказать, что женщины тут должны быть абсолютно пассивные. Ну вот ты теперь меня люби, а я скажу, достаточно ты меня любишь, чтобы я вот была в близости с тобой или недостаточно? Нет. Мы уже не раз об этом говорили. Тут обе стороны должны одинаково вкладывать в отношения. Обе стороны должны одинаково вкладывать в отношения. И есть мужья, которым заливать там комплиментами просто, легко, на раз-два. Есть мужчины, которые выросли в семье, где они этого никогда не видели. И они готовы там работать, трудиться, деньги приносить, но слова говорить для них это катастрофа. Пускай же она поймет, что для его мужчины просто это сложно в силу каких-то обстоятельств, которые были у него в детстве. Пускай она оценивает его любовь, которую он проявляет вот посредством заботы, хозяйских каких-то там достижений в их отношениях и так далее. То есть она должна видеть в чем или каким образом именно образом муж проявляет любовь к ней и это ценить. И за это благодарить. Спасибо большое. Братья очень откровенные, мне кажется, очень хорошие советы, потому что мы сталкиваемся с этим в практической нашей христианской жизни. Задут вопросы братья и сестры. Несколько дней назад у меня была одна семья, где они говорили, что ну, жена говорит мужу, купишь шубку, будет секс, не купишь шубки, не будет секс. То есть мы понимаем, что в этом мире греховном все искажено грехом, в том числе и семейные отношения, и сексуальные отношения. Но библейский текст говорит, что вот достижение вот этого единства, не зря Павел потом скажет, это тайна великая, в 32-м тексте, да, это действительно великая тайна. И поэтому это единство, оно достигается и через духовное взаимоотношение, да, и через эмоциональное, но в том числе и через сексуальное, которое Бог дал для брака, дал для семьи. Поэтому, дорогие наши слушатели, если вы хотите, чтобы ваша семья была полноценной, чтобы у дьявола не было возможностей вас искушать через это, а мы читали, что сегодня он ходит как рыкающий лиф, и он будет искать возможности, мы не должны шантажировать друг друга этими отношениями, мы должны поступать по отношению друг к другу, как Христос поступает к нам и к церкви, взаимопониманием, с любовью, и вместе садиться. Есть сложности, есть какие-то вопросы, не решаются, не дуться, не обижаться, не смотреть направо, не смотреть налево, смотреть на себя, на свою супругу и на Бога, и решать вопросы, как сделать так, как сделать это, чтобы семья укреплялась и двигалась вперед. И я не сомневаюсь, что Бог обязательно вам поможет, и ваша тайна, тайна вашего единства будет вместе с Ним укрепляться, и вы будете становиться одним телом. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу, к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. И так я хочу, чтобы вы буквально пару практических советов, конкретных, для наших семей, ну и для нас тоже, опыт разный. Здесь Павел ни в коем случае не говорит о том, что жена должна, коленки должны трястись, когда муж возвращается домой. Здесь говорится о уважении. Для мужчины очень важный вот этот момент, элемент уважения, что его жена уважает или считается с ним. Это очень важный факт. Но с другой стороны, уважение, оно никогда не приходит автоматически, потому что я мужчина. Оно зарабатывается, зарабатывается действие. Здесь говорится, так каждый из вас долюбит свою жену, как само себя. То есть, говорится, что насколько ты будешь любить свою жену, настолько ты будешь и получать вот это уважение, которое очень важно для мужчин. Это известный факт по психологии. Поэтому, если вас жена не уважает, во-первых, надо посмотреть в себя, надо посмотреть, где, какие проблемы, сделать все возможно со своей стороны, для того, чтобы это все наладить и поставить на тот уровень, на который Павел говорит, потому что Господь ему это открыл, любить жену как самого себя и тогда ты будешь получать то, в чем у тебя есть необходимость. Спасибо большое. Я тоже абсолютно согласен с Василием и хочу тоже подчеркнуть этот момент. Семейные отношения или любовь в семейных отношениях, она не терпит пассивного действия. То есть, вот я буду ждать, чтобы меня любили, чтобы меня делали счастливой или счастливым и тогда все, жизнь удалась, все будет хорошо. Нет. Здесь мы видим призыв к активному действию как со стороны жены, так и со стороны мужа. Я еще раз тоже процитирую этот текст. так каждый из вас да, любит свою жену. То есть, это активное действие. Это надо прилагать усилия, старания, надо бороться, надо заниматься этим вопросом, надо учиться, расти, общаться для того, чтобы понять, а как я могу любить свою жену? Или другими словами, как я должен ее любить, чтобы она чувствовала себя любимой? А с другой стороны, а жена да боится своего мужа. Это тоже активное действие, как Вася сказал об уважении. Да, надо прилагать усилия, надо смотреть, надо находить те моменты, за которые мужа нужно похвалить, за что нужно им гордиться. Возможно, он не такой, как сосед, но и сосед не такой, как твой муж. У каждого из них есть сильные стороны и слабые стороны. Надо находить эти сильные стороны, хвалить, и это будет толкать большим старанием и стремлением каждого мужчины достигать еще больше. Я хотел бы продолжить, что Роман говорил, после грехопадения мир полностью извратился, идеала мы нигде не найдем. И очень важно смиряться перед фактом, что супруг или супруга, они несовершенны. Вот как Христос, Он возлюбил несовершенную церковь. Конечно, не совсем честное сравнение, потому что Христос совершенный, и Он совершенно может любить. Иногда нам бывает порой тяжело смотреть на проступки других. Мне лично помогает, когда я падаю или когда вижу, что может быть жена что-то не так сделала. Вот это понятие, что мы все падшие и что мы одинаково любимы Богом и нужно смотреть на Христа, который любит, на супруга, как Христос, который любит церковь, независимо от дел. Мне кажется, вот это смирение самого себя, что смирить самого себя, вот в этом очень много преград уберет, потому что во-первых, это гордыня, она убирает гордыню, а гордость в отношениях это убийца. И вот это одно из самых таких практических элементов, которые, в принципе, можно порекомендовать всем, включая, как бы, конечно, себе. Спасибо большое, братья. Дорогие друзья, ну что ж, нам, если честно, жалко прощаться с вами. Такая интересная тема, можно было говорить очень много и много, но мы надеемся, еще у нас будет такая возможность. Хотелось бы, чтобы вы запомнили несколько простых вещей. После того, как вы становитесь мужем и женой, на самом деле все только начинается. И нужно, засучив рукава, начинать трудиться. Каждый день. И причем, это должны делать оба партнера, и мужчина, и женщина. И если мы это мы делаем вместе со Христом, тогда наш брак обязательно будет сильным и крепким. Где муж будет любить свою жену, а жена будет уважать своего мужа и любить его. И они будут двое, как одна плоть. Просто сам статус муж и жена ничего не определяют. Христос, написано в священном писании, делом доказал, что возлюбил своих, возлюбил их до конца. Так и нам нужно стремиться, чтобы у нас были хорошие, счастливые, христианские семьи. Если они у вас таковы, встаньте прямо сейчас на колени, вместе с мужем, обнимитесь и поблагодарите Бога за то, что у вас такая хорошая, счастливая семья. Если что-то не в порядке, если что-то не ладится, возьмите своего мужа за руку, встаньте на колени и молитесь и просите у Бога силы начать трудиться сначала, чтобы он укрепил вашу семью, спас ее и сохранил. Давайте будем молиться вместе. Дорогой Господь, мы безмерно благодарны тебе за то, что здесь, на этой земле, ты усмотрел возможность института семьи, за то, что это твое установление еще с Эдемского сада и за то, что ты, несмотря на грехопадение, на все искажения, которые дьявол предусмотрел, ты продолжаешь, Господи, благословлять и заботиться о христианских семьях. Мы благодарны тебе, Господи, за свои семьи, за семьи наших зрителей. Господи, мы просим, благослови, чтобы мы продолжали трудиться, продолжали вместе с тобой учиться любить, уважать и прощать. Благослови, чтобы наши семьи были, Господи, одной плотью, чтобы мы были защищены с тобой, от искушений и соблазнов, чтобы мы устояли и вместе с нашими супругами, с нашими детьми добрались до Царствия Небесного. Мы просим тебя, особенно за тех, у кого сегодня может быть что-то не в порядке, не ладится в семье. Ты благослови, Господи, помоги им начать трудиться вместе с тобой, довериться тебе. И мы знаем, Господи, и верим, что вместе с тобой любые преграды, любые проблемы будут решены. Главное, чтобы было желание. Спасибо тебе, Господь, за заботу и милость. В имя Иисуса молим. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин